Продолжение следует... 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 И достаточно вспомнить, что именно при предыдущем руководстве Китай вывел на земную орбиту пилотируемый космический аппарат в 2003 году, что при четвертом поколении Китай усилил свои позиции на мировой арене и символично в этом смысле проведение исключительно успешной Олимпиады в Пекине 2008 года. Ясно, что вообще развитие Китая в последние годы – это в известной степени эффективное руководство, которое осуществляли представители четвертого поколения. Естественно, что пятые поколения, нынешние руководители, которые придут к власти, работали с ними, но тем не менее политическую линию определяли главные руководители и, конечно, прежде всего, председатель КНР Кузиньтан. У пятого поколения руководителей огромное количество проблем, с которыми он столкнется уже послезавтра, после того, как войдет в кабинеты своих предшественников. Главное из этих проблем – это недостаточное эффективное использование ресурсов, в том числе человеческих. По общим запасам ресурсов, вы знаете, Китай занимает третье место в мире. Этого недостаточно для обеспечения динамичного роста ВВП. Поэтому Китай – это не только крупный экспортер, но и большой пылесос, постоянно поглощающий природные ресурсы. Китай вступил в стадию всестороннего построения среднезажиточного общества и ускорения процесса модернизации. Интересы поддержания этих темпов модернизации, динамичного и здорового социально-экономического развития требуют сравнительно большего объема ресурсов. Об этом говорилось, это я цитирую, об этом говорилось сейчас на съезде. Однако закупки сырьевых активов за рубежом, к которым Китай прибегает в последние годы, не решают проблемы. Экономика страны, ресурсо-энергоемкая, при этом выпускаемая продукция, как вы знаете, часть, во всяком случае, значительная часть этой продукции, не отличается высоким качеством и новизной. Низкие цены позволили Китаю увеличить экспорт, доведя долю мировой торговли до 8%, которая обеспечивает рост ВВП страны. Но продукция не конкурирует в группе высоких цен, и финансовая отдача от всего этого тоже страдает. Китайская модель экономики трудоустраивает 25 миллионов граждан и даже сформировала 300-миллионный средний класс, это около 21% от численности. Но требовать от нее больше невозможно, она не может сократить разрыв с развитыми странами, достичь повышения производительности труда и снижения потребления энергии. Поэтому Китаю придется, он просто вынужден искать новую модель экономического развития, где рост обеспечивается за счет рационального использования ресурсов. Конечно, по-прежнему стоит достаточно острая проблема миграции из деревни. И уже сегодня доля сельчан менее 50%, а в будущем, конечно, урбанизация будет генерировать активнее. И есть и проблема старения населения, увеличение числа пенсионеров. Короче, требуется стратегическая коррекция структуры экономики. И этим придется уже сегодня заниматься новому китайскому руководству. Многие новые вызовы стоят перед китайцами и в области внешней политики. Конечно, три принципа Дэн Сяопина, одним из главных, двух главных, с которых является не высовываться и не присоединяться, будут, видимо, работать и дальше. Но Китай приобретает черты страны глобальной. И хотя он по-прежнему не заявляет об этом открыто, тем не менее, он сегодня определил достаточно четкий круг партнеров. Первого, второго, третьего, четвертого кругов. Россия, кстати, входит в первый круг партнеров. Рассматривается как стратегический партнер в китайских документах и политологических, да и официально в документах ставится задача опоры на север, то есть опоры на партнерство с Российской Федерацией. Вместе с тем ясно, что Китай, будучи второй экономикой мира, не может отказываться от роли глобальной, да и не хочет отказываться от роли глобальной державы. Вместе с тем Китай намерен, как представляется сегодня, все-таки найти ту модель внешней политики, которая позволит им в главном уровне сосредоточиться на решении вопросов реструктуризации экономики, повышения качества жизни. Потому что ведь Китай до сих пор по уровню жизни не входит даже в сотню стран. Поэтому речь идет о том, и ставится такая задача, чтобы к 20-30 году резко повысить уровень жизни в Китае по доходу на душу населения. Эта задача исключительно трудновыполнима. Кроме того, вы знаете, что предложенная в свое время американцами модель G2 Китаем воспринята не была. Естественно, что между Китаем и Соединенными Штатами существует немало противоречий, самого разного толка. И надежды оптимистов, что экономическое взаимодействие и взаимопроникновение, взаимозависимость не дадут привести к каким-то серьезным обострениям отношений между двумя странами. Они, конечно, существуют, эти надежды, я надеюсь, они будут оправданы. На 18-м съезде совершенно четко прозвучала идея политической реформы. О том, что Китаю необходима политическая реформа, в том числе, как и условия успешного экономического развития. Пока что до конца непонятно, что же понимается под политической реформой. Действия в этом направлении предприняты. Вы знаете, что выборы, которые проходят на местном уровне, уже предполагают наличие нескольких кандидатов, то есть реального выбора. И, в общем, движение есть. Нельзя сказать, что Китай застыл с точки зрения политического развития и развития своей политической системы. Но, как я понимаю, речь из уст самых высоких китайских руководителей и руководителей пониже рангом. И масса публикаций в политологических журналах и в целом в политически ориентированных журналах. Кстати говоря, Китай в этом смысле, как мне кажется, совершенно свободная страна. Потому что, когда я читаю переводы, я по-китайски, к сожалению, читать не могу. Хотя иероглифику изучал, когда я изучал корейский язык. Но степень моего знания иероглифики не столь велик. Но, когда я читаю переводы из китайских журналов, и партийных, и политических, и военных особенно журналов, то вижу колоссальный разброс мнений. И возможность для китайских экспертов высказываться весьма резко, а иногда весьма критично в отношении Пекина и руководства в Пекине. И в этом смысле свобода слова в Китае, несмотря на все эти фильтры интернетские и так далее, она существует. И мне кажется, что это такой тренд достаточно устойчивый. Но ясно, что новое руководство будет заниматься и проблемами политической реформы. При, как я уверен, во всяком случае, в увоззримом будущем, при сохранении руководящей роли коммунистической партии Китая и при возможности, которые останутся за компартией контролировать внутриполитическую ситуацию. Я понимаю, что нынешний политический класс понимает это как необходимую гарантию для продолжения экономических реформ, вообще всех модернизационных усилий внутри страны.